вот этот мимимишка молекула этанола или алкоголь пара атомов углерода 6 атомов водорода плюс один атом кислорода и перед нами одно из самых опасных веществ на земле в этом уверены многие ученые так британский психиатр и фармаколог дэвид над проверил опасность алкоголя для человека через метод многокритериального анализа решений или mcda из 100 возможных баллов это вещество набрало целых 72 аэми пикок исследователь из университета нового южного уэльса в сиднее заявляет что каждый пятый житель планеты хотя бы раз в месяц зажигает на тусах с алкоголем какое другое вещество может похвастаться такой популярностью но почему так давай разбираться что происходит с твоим телом когда ты закидываешь себя коктейльчик другой начнем с того что молекула это нула это флеш мире молекул ее суперсила простота и скорость уже с первым глотком это нул начинает просачиваться в кровь через микроскопические сосуды в полости рта сама молекула устроена очень просто и это позволяет ей мгновенно преодолевать мембраны клеток твоего организма и быстро устраивать в них бардак в итоге тебя слегка накроет уже через 5-10 минут проскочив ротовую полость этот хулиган оказывается в желудке если ты до этого стрескал хотя бы бутер то это но ненадолго там задержится если же нет он со свистом принесется прямиком в тонкий кишечник поэтому через стенки желудка в кровь попадает лишь 20 процентов выпитого остальное всасывается уже дальше далее молекула этанола устремляется в печень главную химическую лабораторию твоего организма здесь она при помощи фермента алкоголь дегидрогеназы превращается в ядовитое вещество ацетальдегид затем другой фермент альдегид дегидрогеназа расщепляет токсичный ацетальдегид до уксусной кислоты которую твои клетки быстренько преобразуют в безопасную воду и углекислый газ если твоя печень может похвастаться хорошим здоровьем то она переработает до 90 процентов алкоголя ну клевенько ведь да не совсем во первых ацетальдегид это в любом случае яд и каждый раз когда ты опрокидываешь рюмашку печени наносится серьезный дамаг а во вторых она перерабатывает этанол очень медленно твоя печень может обезвредить всего лишь 10 граммов этанола за час то есть максимум кружку пива или рюмку чего-нибудь покрепче и пока она будет трудиться над этим все остальное уже через 10 минут отправляется в свободное плавание по твоему организму а теперь представь любую тусу рюмка в час бейб серьезно до кого-то обманываешь пакостить этанол начинает еще в кровеносных сосудах склеивая клетки крови эритроциты в результате сосуды запечатываются тромбами перекрывает доступ кислорода к органам и в первую очередь к мозгу кстати о мозге попадая туда этанол устраивает треш шаг в работе нейромедиаторов которые отвечают за эмоциональные реакции и поведение именно из-за этого тебе стыдно вспоминать последний корпоратив или свой выпускной если ты вообще что-нибудь помнишь так алкоголь включает на полную катушку главный тормоз мозга гамма аминомасляную кислоту из топорит основной возбудитель глутаминовую кислоту поэтому ты испытываешь приятное расслабление при малых дозах и засыпаешь когда я перебрал как и многие другие похожие вещества этанол активируют выработку дофамина и эндорфина вызывая эйфорию и удовольствие а затем подсаживая на них об этом уже рассказывали вот в этом видосе и конечно этанол почти сразу же добирается до сердца он заставляет мотор работать на повышенных мощностях и гонять кровь наполненную алкоголем растет пульс а изотромбов повышается давление в общем и целом алкоголь циркулирует в кровеносной системе около пяти семи часов максимальной концентрации он достигает через 60 90 минут и все это время твое сердце находится в полнейшем афиге потом ты внезапно начинаешь бегать в туалет это напрягаются почки пытаясь выгнать токсины из твоего организма вдобавок алкоголь тормозит выработку гормона ваза пресина который приказывает почкам удерживать жидкость в результате они работают в усиленном режиме а ты бегаешь на толчок когда твоя несчастная печень все-таки справляется со всем объемом выпитого алкоголя тебя начинает отпускать как и когда это произойдет зависит от кучи факторов веса пола генетики и конечно образа жизни так наследственное соотношение между активностью ферментов алкоголь дегидрогеназы и альдегид дегидрогеназы определяет после скольких рюмок ты рухнешь лицом в салат а генетические различия выработки дофамина гамк и эндорфинов могут более активно подталкивать тебя к рюмке если у тебя в организме их недостаточно то алкоголь получает все шансы стать частым способом залить тоску и навести суету но я типа это почти не пью так пару глотков вечером чтобы чтобы расслабиться поздравляем чувак это уже зависимость со всеми вытекающими к тому же ежедневное принятие яда на грудь ах да и будь готов к тому что в скором времени пары глотков будет недостаточно привычка пить с друзьями по выходным тоже серьезный удар по твоему организму каких-то пяти семи дней ему слишком мало чтобы полностью восстановиться после интоксикации но выпить чего-то раз в месяц это же норма да нифига просто представь что каждый месяц с тобой случается пищевое отравление и каждый раз твоему организму надо приходить в себя после этого потрясения в общем бро безопасной дозы алкоголя не существует а 0 лучше градус для жизни ставь лайк если накачиваешься дофамином с помощью пробежки по утрам звони в колокольчик если решаешь свои проблемы без алкоголя организуя комфортный режим дня и баланс между личной жизнью и работой ну и подписывайся на канал и если тебе гораздо приятнее общаться с друзьями за клёвой игрой чем за кружкой пива особая благодарность нацпроекту демография за помощь создание этого видео больше пугающих но очень интересных фактов о вреде алкоголя можно узнать на портале минздрава россии так здорово точка ру ссылка в описании